Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это грозное предупреждение Что сатана завладел душой Притом это неоднократно Самые убийственные действия делаются А дьявол и человек убийца и ложь Мы работали в основном с девочками Они потом пришли к нам на помощь Понятно Ваня, выйди сюда Я инструктаж с девочками провела По поводу ляпок и следила за этим Я работал нормально, потом я перестал работать Вы мне поставили, чтобы я стоял А потом я отдохнул и снова стал работать В общем, все нормально Ну вот, присаживайся, посмотрел Смотри, вот стоит Максим Степаненко Александр Андресенко Мы стоим в другом огородчике и смотрим Смотрите, стоит Ваня Он стоит высокий Вокруг девчонки Ха-ха Паша что-то будет ламываться Показывает Клоун настоящий Никто не работает Он стоит Проходит 5 минут, 10 минут Он ничего не делает совершенно Они вокруг него Так, теперь вопрос Я попрошу брата Максима выйти поближе сюда А ты, Володя, выйди сюда Так, объясните, почему девчонки тянутся к отдельным личностям К мужчинам и к юношам Слушай внимательно Поближе Ну вот, часто приходится слышать от женщин Такие восклицания, что все мужики Негодные Пьянь, козлы Жизнь испортил А вот почему так? Почему удивительное дело Женщины выбирают себе Просто отвратительных мужей Или сожителей А здесь дело очень На самом деле все древнее Когда наши прародители согрешили Каждому из них была дана эпитемия То есть то, что мы должны делать Чтобы, скажем так, укрепиться в жизни И не пасть То есть мужчины быть главным И работать в поте лица Женщине рожать детей И подчиняться мужу Вот с этого времени Человеческое устройство Все время этому сопротивляется Мужики не хотят работать Мужики не хотят быть главными Брать на себя ответственность Нести ответственность Рассчитывать это Женщины не хотят рожать детей И самое главное Они стремятся прибрать Получить власть, которую они хотят И вот вопрос-то как раз в том Что намеренно женское сознание Выбирает тех людей Которые по психологическим, умственным, нравственным способностям Оказываются ниже Потому что именно такой человек Он более помыкаем Именно над таким человеком Она может распространять власть Вот так вот Кстати, я недавно прочитал в одной книге Как понять, будущее ли подкаблучник Мужчина или нет Спросите, какие у него гаджеты Ну, сотовый телефон Самые современные Шмотки самые современные Что это значит? То есть человек клюется на рекламу То есть он уже внушаем То есть можно сразу сказать Подкаблучник будущий Если это молодой человек Надевается по моде Все самое дорогое Он внушаем Тоже один из таких принципов Поэтому Вот очень интересный момент У апостола Павла есть такие слова Жена думает, что это мужа Многие священники толкуют Если муж у тебя будет замечательный То вот его-то Ты будешь бояться что-то потерять На самом деле не так То есть дело в том, что Вот представим себе Настоящий развитый человек Вот Входит профессор Или вот Вспомним себя Когда мы первый раз в храм приходим И мы видим перед собой священника То есть у человека Который еще недостаточно честен Недостаточно компетентен в жизни Он испытывает Перед более развитым человеком Что? Страх То есть Это обычное нормальное явление Когда Ты видишь человека более развитого Так вот Когда вот Если просто показать Молодой девице Настоящего мужика Взрелого В возрасте Умее Ну, более так Еще не женатого юноши Да? Она будет перед ним испытывать Неприязненные даже отношения Кстати, это и в сказках многих Обговорено И в многих фильмах Показано Свой до желания убить Но самое главное Стоит страх То есть не зря Во многих сказках Образ мужчины Это либо Медведя, который превратил колдун Либо чудовище Это очень древний архетип То есть Перед настоящим Развитым мужчинам Испытывает страх А перед Что называется Человеком низкого уровня Разгильдяем Внушаем И не страшно И комфортно Она к нему и тянется Потому что В будущем Его можно прибрать И начать Управлять Ну, если Коротко 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 Он не заработает Ничего И она чувствует Что она выше его Вот что Брат Максим говорит А они тянутся сюда То есть Им охота Где-то возвыситься А нигде больше так нельзя Он этого не понимает Это унижение Перед настоящим мужчинам Женщина Должна благоговеть И Сидор Пилосиот Говорит Чем строже Мужчина Обращается С женщинам Тем сильнее Она привязана Она понимает Это скала Это непоколебимый Она не будет Никогда в разводе Он не бросит Ее в беде А сейчас Ребенок родился Ненормальный Бросил Что-то еще Другое там Лучше Бросил Он не понимает Ничего И поэтому Вот эти маленькие Девочки Они чьи-то девочки Родители Вы научите их Не выбирать самим А доверяться Родителям Если они верующие Никогда Девочка не выбирала Она что понимает Она глупая Ничего не знает Жизни не видела А он такой Налево Направо Она чувствует Она выше Он не может Ей еще рассказать Не может еще рассказать У меня были такие Ну видно Тупой мальчик Он отвел девочку И показал ей писью Больше не было ничего Другой нынче мальчик Разговаривает с хорошей девочкой И он не знает еще сказать И говорит И говорит А покажи мне твою писью Притом между тем мальчиком Который говорил Он уже отец стал А эта девочка Тут же стоит И теперь я расследую Как сказал Почему сказал Ну я ей не приказывал А сам маленький Вот такой вот Я только сказал А зачем ты сказал А зачем ты сказал Да что он не знает Что сказать Еще его не научил Этот учитель сбоку Слева Больше ничего нет Он может показать А она не может А если бы он стал Ей показывать Ну по-настоящему Заботу о родителях Где-то Есть сказки Такой Три мальчика играют И три женщины Идут с водой Ну один поет Одна говорит Это мой сынок поет А он Такую арию завернул А другой идет Колесом перевернулся И тоже мимо мам Это мой сынок А третий ничего не имеет Подошел в коромысло Снял у матери И понес Идет старичок А они говорят Видели какие сыновья Он говорит Я не видел Я видел только одного сына Какого? Это школьные учебники говорят Есть один сын И вот к такому ты Обрати внимание Посмотри А тут не на кого обращать Внимание Они как один подобрались Вот один сейчас выделяется Может работать Кого я делаю старшим Но еще неизвестно Что, как будет Вы видите О ком я говорю Понятно? Я могу добавить еще Да? Вот здесь очень важный Такой момент Кого любят женщины Любят две категории мужчин Первое Это как раз Мужчины Который может Чему-то научить Это мужчина строгий Мужчина учитель То есть На самом деле Именно с таким Казалось бы Строгим Который обличает Может быть Чему-то требует Женщина развивается Причем происходит Взаимное развитие Женщина развилась Мужчина благодарит Он дальше развивается И так далее И мужчина-совратитель Кто такой совратитель? Тот, кто потакает Похотем Вот один из таких Ярких совратителей Это учитель В старом Советском мультике Двенадцать месяцев Двенадцать месяцев Когда она его Припугнула Смертью И расправой И он так говорит Ваше величие Дважды два Она говорит Пять Правильно То есть Фактически Все, что он делал Он потакал Именно Такой страстной Достаточно эмоциональной Вещей К чему это привело Вы сами знаете Вот То есть Очень важный Как раз момент А человек, который развит Требовательный Он не всегда приятный На самом деле В общении Он строгий Он что-то требует Часто обижается Но Благодаря этому Развиваются все Вот я Раньше думал Ну Что Как-то как мусульмане считают Чем меньше образование У женщины Тем лучше Есть такое дело То есть Там если Она высшее образование Получила То колым Меньше Требуется С высшим образованием И вот я что подумал На самом деле Здесь Вот в чем дело Вот Обратите внимание Развитие науки Искусств В исламском мире Очень низкое Уровень образования Очень низкий В Саудовской Аравии Читают в десятки раз меньше Чем В какой-то другой Европейской стране Понимаете В чем дело Жена Которая тупая Муж тоже Не развивается Ведь Что Господь говорит Сотворим помощника Если у Мужчины Есть умный Помощник Что происходит Он более успешным Сам становится Вот еще Кстати Парадокс Очень интересный Поэтому Развитая жена Благодаря этому Муж развивается И вместе Преуспевает Это кстати К вопросу Об образовании Вот у нас Учитель Скажите Правильно он говорит Я согласен Вы сколько лет Учителем Работаете Больше Тридцати Я подтверждаю Каждое слово Брата Максима Я согласен Потому что Наш в лагере Это сорок четвертый год Учитывая То что Все время Я со студентами С другими Абсолютная правда Я только спросил Его Ты как Дошел-то до этого Настолько мне Приятно Что Как будто Мы за одной партой Сидели Дальше Вначале Говорить Какой вопрос Не коснемся Вопрос Воспитания Отношения У нас один к одному Сходится Может что-то будет Еще Надо притираться Но на сегодняшний день У нас ничего нет А именно Развиваться Жена может Примужить Который не потакает Вот как раз Который учит Который строгий Так что Это взаимная Вот такая вещь Но нравится Как раз Самые последние Самые бесполезные Самые бестолковые Почему? Потому что Где-то На каком ум Подсознательном уровне Чувствуется Что в конце концов Через 5-6 лет Тем более 10 лет Жизни совместно И можно уже Просто потакать И управлять Так все Валя Садовись и думай Благодарю Так Работали на пирсе Как по воде работают? Да хорошо Это Игнать Ильич Замечание было К Тарасу Так Выходи быстро Я шел Подошел сюда У нас Глази закончили Ушел в лагерь Смотрим Он там на качели Качается А он же оставался Как болячий Где болячий? Здесь в лагере Страх Галина Мать его Она сказала Что у него живот болит И решили его здесь оставить Оставить Я пришел У нас это не положено У нас скамейка сидеть надо было Вот скамейка лечебная Но ты не будешь Так Что он говорит Я сейчас Докажу Я говорю Ну а ты не будешь Тогда обедать Только садись Сиди Раз ты болячий Он говорит Я согласен Работать Я ему тогда ведро дал Ведро дам И щетки собирал Понимаете В самом начале Поступили неправильно А теперь уже мы Подтыкаем промокашки Они уже не работают Приходится согласиться С этим Он не должен Со скамейки сходить Ты это знал Нет Не знал Ну он спрашивает Мне еще Остановись Как говорится Не виновен Можно освободить Но это именно так Заболел Соня со скамейки Только не играть Нельзя Не обедать Ничего Так сиди Выздоравливай Платочки показать Всем Так У малышей Должны быть Платочки Все Садимся за стол То есть Ну Солнце Отшлиповалось А теперь Солнце Отшлиповалось Переставь Тоня Покажу, что вытащил. Покажу, что вытащил. Да садись, что стоишь-то. Так, двиньтесь там, поплотнее, чтобы другие ваши люди. Леонида, сиди прямо. Горячая, горячая. Горячая, выйди. Внимание. Господи, Господи Христиан, Сыне Божий, помимо нас. Аминь. Если одно слово кто скажет, вот сюда выйдет и будет стоять. Шли за беда. Так что сам выходи, чтобы я тебя не тянул. Так, ко мне, моя паста. Дай мне ножку, возьми. Передай тебе ножку. Поддержка. Держи. Девочки, крось. Держи. Держи, сейчас я поставлю. Держи. Давай, держи. Давай, Тарасич. Давай, встань. А это пока, Володя. Держи. Встань. Держи. 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 Местное ФСБ для отработки Там надо постелить И опять же насчет плюемки